Урок 31. Лесон 31. Берри и Тереза. Берри и Тереза. Hello. Anyone home? It's me. Привет. Есть кто дома? Это я. We're upstairs. In Simon's room. Мы наверху, в комнате Саймона. Hello. You're back early. Привет. Ты вернулся рано. This afternoon's meeting was cancelled. Сегодняшняя дневная встреча была отменена. That noise. Were you very late this morning? Это хорошо. Ты ведь сильно опаздывал сегодня утром? Actually, I was only ten minutes late in the end. На самом деле, я опоздал всего лишь на десять минут. Oh, good. I was worried. О, хорошо. Я волновалась. We don't want daddy to get the sack. Do we, Саймон? Мы же не хотим, чтобы папу уволили. Правда, Саймон? Hello, Саймон. Are you pleased to see your daddy? Привет, Саймон. Ты рад видеть своего папочку? What are you doing? Is mommy reading you a book? Что ты делаешь? Мама читает тебе книгу? Yes. He's tired. We were in the park for most of the afternoon. Да, он устал. Мы провели в парке большую часть дня. It was lovely. Really hot and sunny. Было чудесно. По-настоящему жарко и солнечно. Good. О, by the way. Хорошо. Да, кстати. There is lovely old-fashioned rocking horse. Есть прекрасная старомодная лошадка-качалка. In the toy shop next to the office. В магазине игрушек рядом с офисом. I'm sure Simon would love it for his birthday. Я уверен Саймону, это понравилось бы на его день рождения. Can you meet me for lunch tomorrow? Не могла бы ты встретиться со мной завтра за ланчем? And we can have a look at it together? И мы могли бы взглянуть на это вместе? Нет, я не могу. Твоя мама приходит завтра на обед? О, да. What a shame. Sometime next week, then. О, да. Какая жалость. Тогда где-нибудь на следующей неделе. Да, хорошо. Понедельник. Удобный день для меня. Новые слова. Cancelled. Прошедшее время от глагола cancel. Daddy. Mommy. Tired. Park. Hot. Rocking. Sunny. Old-fashioned. Office. Horse. Toy. Shop. Пословица. Blood is thicker than water. Голос крови говорит всегда сильнее, чем что-либо. Если дословно, кровь гуще, чем вода. Словарный запас. Man. Человек. Мужчина. Woman. Женщина. Женский пол. Up to date. Современный. Новейший. Произношение. В английском языке довольно много амофонов. Одинаково звучащих слов, но имеющих разные значения. Вот некоторые из них. See. Видеть. See. Море. To. Два. To. Также тоже. By. Глагол покупать. By. И предлог. У. При. Около. Возле. Рядом. С. Would. Прошедшее время от will. И также. Wood. Лес. Дерево. Дрова. Wake. Слабый. А также. Wake. Неделя. Теория. Глагол быть. Were you. I was. Глагол be имеет две формы в прошедшем времени. Was для единственного числа. Это I, he, she, it. Это was. И were для множественного числа. You, we, they, were. Как и для настоящего времени, вопросительное предложение в прошедшем времени формируется инверсией. Это когда мы меняем местами подлежащее и сказуемое. Were you very late? Ты очень опоздал. Страдательный залог. Was cancelled. Was worried. Are you pleased? Страдательный залог указывает, что подлежащее как бы страдает от произведенного над ним действия. Отсюда и название. В английском его называют passive voice. Или просто passive. Он формируется по такой схеме. Глагол be плюс причастие прошедшего времени от основного глагола. В этой схеме изменяется только глагол be. Причастие остается без изменения. Обратите внимание, что в английском языке причастие прошедшего времени правильных глаголов оканчивается на и-ди. О причастиях неправильных глаголов смотрите специальную таблицу в словаре. The meeting was cancelled. Собрание отменили. Are you pleased? Ты доволен? Или ты получаешь удовольствие? Родительный падеж. This afternoon's meeting. Такая форма родительного падежа часто используется с выражениями времени. This morning, this afternoon, this week, last week и так далее. А также со словами yesterday, today или tomorrow. Например, today's paper – сегодняшняя газета. Глаголы с двумя дополнениями. Is mommy reading your book? Глагол read имеет здесь два дополнения. You – это косвенное дополнение. И book – прямое дополнение. Когда косвенное дополнение выражено формой местоимения, оно располагается всегда сразу же после глагола. Если вместо местоимения you у нас было бы имя Simon, то можно было бы сказать двумя способами. Is mommy reading Simon a book? Или Is mommy reading a book to Simon? Most of Most of – это большая часть или самая большая часть чего-то. Когда за most of следует определенный артикль – they, это говорит о определенном имени существительном. Most of the people I know – большая часть людей, которых я знаю, или большая часть людей, которых я знаю. Перед неопределенным именем существительным, во множественном числе, of исчезает, и артикль не ставится. Most children – большинство именем существительного. Каких-либо, большинство детей. Сложные прилагательные. Old-fashioned. Сложные прилагательные в английском языке можно образовать по схеме. Прилагательные плюс слово, заканчивающиеся на –ed. Прогрессивная форма. Your mother is coming round tomorrow. В английском языке так называют формы глагола continuous. То есть, длительный или который длится. Прогрессивная форма в настоящем времени часто используется в значении будущего времени, когда подлежащему глаголу является человек. В нашем случае – mother. Практика. Переведите. Они беспокоились о своих детях. They were worried about their children. Я уверен, что вам понравится этот фильм. I'm sure you'd love that film. Или I'm sure you'd like this film. Ты почитаешь мне книгу? Will you read my book? Давай пообедаем. Let's have lunch. Крис заедет на следующей неделе. Крис is coming round next week. Или Крис will come round next week. Поставьте в простом прошедшем времени. Are you hungry? Were you hungry? Ты был голоден? Кевин is a very clever child. Кевин очень умный ребенок. Кевин was a very clever child. Кевин был очень умным ребенком. Венди беспокоился о своей работе. Венди was worried about her work. Венди беспокоилась о своей работе. Они оба учителя. Они оба были учителями. Я довольно хорош в спорте. Я неплохо занимался спортом. Переведите. Он пришел рано, потому что встречу отменили. Would she like a book for her birthday? Хотела бы она книгу на свой день рождения. Is John going to get the sack? Джона собираются уволить. It was a hot, sunny afternoon. Был жаркий, солнечный день. When is your mother coming round for lunch? Когда твоя мама придет на обед? Завершите эти английские пословицы. Home is where the heart is. Там дом, где твое сердце. Money doesn't grow on trees. Деньги не растут на деревьях. There's no smoke without fire. Нет дыма без огня. Enough is good as a feast. Если ты достаточно сыт, то это уже как пир. Better the devil you know than the devil you don't know. Лучше тот, чёрт которого знаешь, чем тот, которого не знаешь. В этих фразах есть амофоны. Одинаково звучащие слова, но имеющие разные значения. Назовите их. You can see the sea from the window. Sea – видеть. Sea – море. I've got two sisters, too. Tu – два. И ту также. Тоже. I'd like to buy a painting by Matisse. Buy – покупать. И buy – предлог у, при, около, возле, рядом, с. Would you get some more wood? Wood – прошедшее время от will. И wood – лес, дерево, дрова. I feel weak this week. Weak – слабый. И weak – неделя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...